На этой неделе в КОМИ стартует акция «Подари мне жизнь». Ее цель – предотвратить аборты и сохранить здоровье детей и мам. Проект проходит по всей России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В Республиканском отделении охраны и репродуктивного здоровья в эти дни показывают фильмы о вреде абортов, организуют акции для подростков. Елена Кононова продолжит. В этой комнате можно поплакать в жилетку, пожаловаться на страхи, найти ответы на многие вопросы. Именно через кабинет психолога проходит большинство пациентов отделения охраны репродуктивного здоровья. Ирина Кьяшко помогает беременным женщинам морально подготовиться к родам, а потерявшим ребенка возвращает надежду. Особый случай – нежелательная беременность. Здесь задача психолога – выяснить истинную причину отказа от родов. Когда мы начинаем поглубже разговаривать, то выясняется, что истинной причиной является нежелание брать на себя ответственность. Страх этой самой ответственности. Ну и так далее. То есть важно выяснить истинную причину отказа или проблему, которая в основе лежит. Потом проработать ее, чтобы появилась возможность сохранить беременность. И, как правило, если сохраняют, то все находится. И деньги находятся, и тарелочка суба находится, и любовь материнская находится. Как правило, все это есть. Число прервавших беременность в коме с каждым годом уменьшается, отмечают врачи. Но пока очень медленно. Сегодня в год в республике делается более 6 тысяч абортов. Из них 300 приходится на девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Именно поэтому медики регулярно устраивают ликбезы среди подростков. Мы также говорим о том, к чему может привести незащищенные половые акты. То есть нежелательным беременностям, которые в дальнейшем это в принципе может и нести психологическую ответственность на самом молодом человеке. То есть как он сам воспринимает это. По крайней мере, плохое состояние здоровья его будущей половой партнерши ввиду проведенного ранее аборта может привести к тому, что в этой семье не будет детей. Республиканское отделение охраны репродуктивного здоровья ежегодно участвует в российской акции «Подари мне жизнь» и устраивает дни открытых дверей для жителей столицы. Второе – это психологическое консультирование организовано, бесплатное совершенно психологическое консультирование детей по различным вопросам. Это может быть и доабортное консультирование, это может быть консультирование именно детей и родителей в плане их каких-то семейных проблем. Сегодня в учреждении пациент образдают информационные буклеты и показывают видеофильмы, как уберечь себя от нежелательной беременности. Но если она все же случилась, задача медиков – убедить будущую маму, она должна подарить жизнь собственному ребенку.